Несколько лет назад они спросили меня, где больница. Я сказал, вот они, пациенты, и я получаю от них максимальную отдачу. Через 10-15 дней они поправляются. Если вам нужна доза посильнее, нам есть, что вам предложить. Но этого достаточно. Вы будете хорошо спать. Намаскарам, садгуру. Я страдаю от бессонницы и тревожности. Вы можете посоветовать что-нибудь для хорошего сна? В этом зале у нас много экспертов. Даже сидя здесь, они засыпают. Вы можете проконсультироваться у них. Вам нужно просто прыгнуть в темзу и два часа плыть против течения. И сегодня вы будете спать хорошо. Обязательно. Сегодня для всего у нас есть названия, которые для людей стали как титул. Я полуночник, я анорексик, я одно, другое. Просто скажите, со мной что-то не так. Не обязательно придумывать так много научных названий. Просто признатись, что с вами что-то не так. С моим телом или умом что-то не так. Одно из двух. Да или нет? Если давать всему такие громкие имена, вам захочется стать чем-то из этого. Не нужно так с собой поступать. Я встречал тысячи и тысячи людей, которые страдали от... Это не болезни. Это титулы, которые вы себе присвоили, потому что остальные ваши титулы не имеют большого значения. Прошу прощения, что я говорю так, но я хочу, чтобы вы поняли. Все это вы создаете сами. Вы создаете проблему и носите ее как драгоценность. Стоит вам достичь определенного равновесия, стоит вам обрести определенную легкость в жизни, тогда, когда тело будет нуждаться в отдыхе, оно заснет. Почему вы так сильно переживаете по поводу сна? Нет такой необходимости. Если вы были достаточно активны, тело захочет есть, не так ли? Да или нет? Но сегодня питание стало проблемой, сон стал проблемой. Вам нужно понять, что все это превратилось в большой бизнес. Чтобы поддерживать экономику страны, нужны проблемы. Вот чем вы заняты. Фармацевтическая, медицинская промышленность, индустрия заболеваний, имеют невероятный успех, потому что люди носят эти проблемы как короны. Вам нужно привести свою систему к определенному уровню легкости с помощью вовлеченности. Только это одно. Какого-то специального влечения для этого нет. Несколько лет назад мы уже изменили название. Сейчас это Центр оздоровления Иша. Но тогда он назывался Йогической больницей. Я принимал непосредственное участие в работе этой больницы. И вот однажды к нам приехали несколько врачей из Соединенных Штатов. Они захотели посетить Йогическую больницу, потому что видели историю болезни наших пациентов, знали случаи выздоровления и прочее. Они приехали, а через три дня после их приезда наши люди сказали мне, «Садгуру, эти доктора очень недовольны, они хотят уехать». Я спросил, что случилось. Они спрашивают, где же Йогическая больница? Тогда я все понял. Я встретился с ними, они все ворчали и не лумевали. «Где же больница?» Я сказал им, в вашем понимании больница — это койки, на которых лежат пациенты, и к ним приставлено десять человек персонала. Но у меня совершенно другое представление о больнице. Я отвел их в сад, на поля, и я сказал им, посмотрите на них, все эти люди пациенты, которые пришли с тем или иным недугом. Я получаю от них максимальную отдачу. Вот и видите, через 10-15 дней они поправятся. Мы прописали им практику, в 4.30 утра у них подъем, потом 3 часа они выполняют садену, потом 2 часа работают, потом завтракают, потом снова работают. К вечеру они готовы съесть все, что им дадут. Потом они засыпают мертвым сном, а утром у них снова подъем. Через 15-20 дней они поправляются, потому что есть болезни инфекционной природы. Они приходят извне. Это вторжение других организмов. Мы должны бороться с ними при помощи лекарств. Необходим лекарства, потому что что-то инородное вторгается в нашу систему. Но свыше 70% болезней на планете создаются самими людьми. Почему ваше тело создает вам болезнь? Потому что вы делаете что-то неправильно, не так ли? Вы не можете заснуть. Что по-вашему не так? Я хочу, чтобы вы в этом разобрались. Если вы не можете заснуть, то что по-вашему не так? Во-первых, это может быть нехватка физической активности. В большинстве случаев проблема кроется в этом. Другой причиной может быть ментальная диарея вашего ума. Это означает, что вы не контролируете свои умственные процессы, что как следствие вызывает страх, тревогу и беспокойство. И ваша вовлеченность в мир просто пустая блатавня. Вы вовлечены не как жизнь. Вы вовлечены как социальная единица. Понимаете? Социум — это всего лишь следствие, а не основа вашей жизни. Да или нет? Существование — это основа. Социум — только следствие. Мы могли бы жить в джунглях, но тогда было бы слишком сложно организовать всё для каждого человека. Поэтому мы решили, что будем жить в Лондоне. Вот и всё. Это только результат некоторых стремлений. Это не основа вашего существования. Сегодня социум стал основой вашего существования. И вы не можете спать, потому что другие люди не выходят у вас из головы. вам просто нужно вернуть ум в его естественное состояние. Шамбови, махамудра — это простой процесс для этой цели. Если вам нужна доза посильнее, нам есть что вам предложить. Но шамбови будет достаточно. Ваш сон станет хорошим. Сегодня пойдите домой пешком, как бы далеко это ни было. Хорошо? Просто наденьте свою обувь и идите. Но пока я дойду, будет уже 2 часа ночи. Ничего страшного. Зато вы будете спать. Пришло время что-то предпринять, потому что вы не уделяете должного внимания основам, а пытаетесь исправить то, что лежит на поверхности. Так это не работает. Хотя бы вступите в местную футбольную команду, и вы будете спать замечательно. Люди, которые работают физически, руками, на улице. Неважно, как там холодно, неважно, в каких условиях. Они могут спать где угодно. Вы видели таких людей? Потому что они вкладывают достаточно активности. Вы являетесь не социальным существом, как это пытается навязать вам общество. Вы человеческое существо, а общество — это следствие. Мы можем жить в обществе или вне его. Вы можете жить и с ним, и без него. Это только вопрос комфорта. Оно не является источником вашего существования. Сегодня психологически вы относитесь к обществу так, как будто оно является источником вашего существования. Вы постоянно озабочены тем, что о вас говорят. Что о вас думают? Что обо мне думают? Никто о вас не думает. Все заняты своей собственной ерундой. Вы считаете, что все постоянно думают что у вас целыми днями? Поверьте мне, это не так. Все они заняты собственной ерундой. Запирая дверь, просто оставьте Лондон снаружи. Лечь спать должны только вы. И тогда вы заснете. Если вы захотите взять с собой весь Лондон, ничего не получится. я говорю об этом так, потому что люди постоянно придумывают себе проблемы. Все ваши недомогания без внешнего воздействия — это ваше собственное творение. Да или нет? Вы согласны? Это ваше творение. Не важно, что это именно. Если это ваше творение, задумайтесь, зачем вы его создаете. Вам нужны простые советы? Их нет. Один совет. Сегодня вы должны пойти домой пешком. Тогда вы точно заснете. Выполняйте Шамбови ежедневно два раза в день, и вы будете хорошо спать. Субтитры создавал DimaTorzok